Большой каркасный дом с мансардным этажом, мягкой кровлей и некоторыми другими особенностями. Об этом поговорим сегодня. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр, и я приветствую вас на проекте «Строй. Живи!». За моей спиной силовой каркас уже накрытым мягкой кровлей от «Техно Николя» однослойной, с некоторыми особенностями. Именно об этом доме я хотел с вами сегодня поговорить. Размер этого дома, на всякий случай, 15,6 на 11,3 метра. Кажется так, если я не ошибаюсь. В общем, больше 15 метров и больше 11 метров в ширину. Да, такие большие дома возможно построить в каркасной технологии. Как вы видите за моей спиной по контурам оконных проемов, здесь большие панорамные окна, здесь мансардный этаж, где железобетонный фундамент, совмещенный со свайно-винтовым фундаментом, здесь мансардные окна, мягкая черепица и так далее, и так далее. Много нюансов, о которых я сегодня вам расскажу. По большому счету на нашем канале такое огромное количество видеороликов, в которых мы уже все давно рассказали. Я уже выжимаю последние соки, как говорится, и пытаюсь найти для вас какую-то новую информацию в наших объектах. Вот сегодня постараюсь дать по максимуму полезную информацию. Первый вопрос. Достаточно часто задают вопрос, можно ли совмещать железобетонный фундамент, мелкозаглубленный, со свайно-винтовым фундаментом. Много раз отвечал на этот вопрос, можно, с определенными но. Давайте их разберем. Первое. Фундамент у нас железобетонный. Монтировал его заказчик своими силами. Это совсем другая история. Когда начали проектировать дом, естественно, запросы растут. Хочется и крылечко, и терраску, и балкончик. Все хочется. На все это нужны деньги. Соответственно, наращивать бетонный фундамент. А мы уже однажды показывали, как наращивали железобетонную плиту на нашем канале. Ссылку тоже оставим в описании, если кому-то интересно. Это возможно. Но это, соответственно, дорого. Проще всего, так на первое обозрение, закрутить пару-тройку винтовых свай и каким-то образом организовать стыковку дома на этих двух видах фундамента. Но хочу обратить ваше внимание, заодно этот ролик будет как бы рекомендацией нашему заказчику этого дома, чтобы он вдруг не забыл об этом факте. Железобетонная плита – это мелко заглубленный фундамент. Он организуется на соответствующие подушки. Но свайно-винтовой фундамент – это глубокое заложение фундамент. То есть лопасть, правильно смонтированная винтовой сваи, всегда должна быть ниже максимально возможной глубины промерзания грунта в вашем регионе. Соответственно, это два разных по своей типу фундамента. Не просто здесь бетон, а там металл. А движения этого фундамента могут быть разные. Винтовая свая может в незначительной степени, если правильно рассчитана нагрузка, просесть под тяжестью дома. Опять-таки говорю, эта просадка, она, как правило, незначительная и в рамках погрешности. То есть ее можно считать ничтожной и упустить, в принципе, этот расчет. Если это не какие-то колоссальные нагрузки. А здесь, как видите, колоссальных нагрузок не предвидится. Железобетонный фундамент, у него площадь огромная. Просадка минимально возможна при строительстве легкого каркасного дома. Пусть даже в два этажа и пусть даже в такой большой площади. Площадь плиты все равно большая. Соответственно, ей это абсолютно не грозит. Но что может грозить железобетонной плите? Это в случае, если неправильная подготовка, она может... Но от этого может спасти только одно – качественная подготовка. О том, как выполняется некачественная подготовка, отсутствие дренажа, ливневой канализации и так далее. Что может с плитой случиться в этих случаях? Это у нас был отдельный видеосюжет, и ссылку на него тоже разместим в описании. Там крындец. 40 сантиметров плита вот так вот стала. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. То есть бетонная плита – это не догма. Соответственно, морозное пучение на эту плиту также может воздействовать. То есть ее может перекосить, первое, из-за того, что под ней что-то не так. Второе – это вокруг нее что-то не так. Соответственно, вся вода, которая попадает от осадков, либо от высоких грунтовых вод под плиту, может замерзнуть и ее может приподнять. Один край или, может быть, все, или как-то неравномерно. В любом случае, это ненормальное поведение для железобетонной плиты, для мелкозаглубленного фундамента. Поэтому, много раз говорил, еще раз повторюсь. В обязательном порядке цоколь должен быть утеплен для того, чтобы мороз не дошел до той влаги, которая имеется каким-то образом под фундаментом. Попал туда. Пока нет водосточной системы, хотя мы его сейчас монтируем, пока нет дождеприемников, нет ливневой канализации, которую эту воду из дождеприемника будет удалять как можно дальше от фундамента. Кроме этого, надо не забывать про утепленную отмазку и на первую зиму хотя бы просто утеплить грунт вокруг дома. В этом случае, что у нас происходит? Мы максимально увели воду с помощью ливневой канализации и водосточной системы от дома. И даже если туда какая-то вода попала, мало ли косым дождем или как-то, грунт и цоколь у нас утеплены. Соответственно, вода, которая попала под фундамент, она не замерзнет благодаря утеплению и морозное пучение не будет воздействовать. В противном случае, если некачественная подготовка под плитой, нагрузив дом, его может перекосить. Если нет ливневой канализации, дренажа и утепленной отмазки и утепления цоколя, то может фундамент мелко заглубленно как-то сыграть, а глубоко заглубленно остаться на месте, так как на него эти силы никак не влияют. Соответственно, здесь возникнет конфликт в этом узле. Естественно, все это сломает. Сломает до такой степени, что сломается крыша. И это однозначно. Если плита пойдет вверх или вниз, без разницы. Перелом в кровле обеспечен. И это, в принципе, демонтировать и вывести на свалку. Поэтому обращайте на это внимание. В кадр наверняка попала черная вот эта обработка или битумная мастика. Это, скажем так, проделки нашего заказчика. То есть у них свое видение о строительстве. И, в принципе, они вот таким образом хотят обезопасить свой пиломатериал. Но я в это дело не лезу. Хотя я свою точку зрения неоднократно высказывал. Несмотря на то, что мы однажды сами вот так вот красили, это на YouTube показывали. То есть по желанию заказчика это сделать можно. Но я не рекомендую. Есть достаточно уже испытанные, давно проверенные антисептики. Дорогие, дешевые, всякие разные. Чтобы обрабатывать древесину. Битумной мастикой обрабатывать древесину, несмотря на то, что здесь в этом каркасе вся доска из камерной сушки. То есть у него влажность там 15 максимум процентов. Но это все равно не 10 и не 8. Та влажность, которая, в принципе, может достичь доска в дальнейшем. Соответственно, вот этой разницы в 2% влаги. Ей куда-то нужно деваться. Битумная мастика это отличная гидроизоляция. Как снаружи, так и изнутри. Соответственно, этой влаги некуда деваться. И вот обработка битумной мастики я вообще не приветствую. Следующий вопрос это оформление оконных проемов. Давайте к ним подойдем. Я извиняюсь, что вынужден снимать вот в такой обстановке, где стоят леса и так далее. И вам, может быть, не совсем видно. Но мы отчертим каждый оконный проем, чтобы вы понимали. За моей спиной вот сколько? Раз, два, три, четыре, пять оконных проемов. Обращаю ваше внимание при проектировании. Обращайте строгое внимание на этот вопрос. Дело в том, что наши проектировщики, это проектировщики. Их задача, чтобы в результате их проектирования, объект проектирования при строительстве не развалился и служил надежно. Их задача, чтобы это было красиво, у них такой задачи нет. Для этого служат архитекторы. На эту тему я отдельно видеоролик снимал. Поэтому обращайте внимание, верхний срез оконных проемов должен быть на одном уровне. Тогда это смотрится нормально. Обращайте внимание, не зря мы в проектах высылаем вам эскизные проекты и в акцонометрии. То есть вид не просто с торца, и с фасада, и с тыльной стороны, но еще и под углом. То есть вид сбоку, полу сбоку, скажем так. Обращайте внимание, что и на соседних сторонах оконные проемы тоже должны быть на одном уровне. Так смотрится красиво. Еще на что хочется обратить внимание. Только в результате проектирования можно четко понять, какой толщины, какого сечения должны быть стойки справа-слева от оконного проема. Иногда некоторые смотрят на наши проекты в инстаграм или где-то в ютюбе и просто тупо пишут нам замечание, что у вас там одинарные стойки. Одинарные, двойные или даже тройные стойки, как на этом объекте, это не привилегия и нежелание нашего заказчика. Это необходимый конструктивный расчет. То есть проектировщик в результате своего проектирования понимает, ага, при такой площади остекления, при таких широких проемах, при таких простенках между окнами, то есть ширина между окнами, простенка, тоже влияет на этот момент. Необходимо сечение оконных проемов, стоек в оконных проемах, такое-то, минимум. Естественно, заказчик может в этот вопрос вмешаться и только увеличить. Но напоминаю, что мы живем достаточно в прохладном регионе, в Ленинградской области, и любое добавление доски, и это влечет за собой ухудшение теплотехнических характеристик в доме. То есть чем больше доски в доме, тем меньше утеплителя, и тем холоднее дом получится. То есть перебарщивать с этим вопросом тоже нельзя. Единственное, где прям четко нужно перебарщивать, это ставить двойные и тройные стойки в дверных проемах, особенно там, где предполагается тяжелая металлическая дверь, чтобы когда ее случайно ребенок лопнул, или муж пьяный, возвратившийся с корпоратива, чтобы у вас весь дом не трясся. А в оконных проемах, ну доверьтесь, пожалуйста, расчетам проектировщиков, если это наш проектировщик. Вот примерно так должен выглядеть оконный проем. Что касается разгрузки оконных проемов, обратите внимание, там, где нагрузка идет со второго этажа, там имеется ригель, имеется двойная верхняя обвязка, имеется межэтажное перекрытие, которое принимает на себя всю нагрузку от второго этажа и от стропильной системы, от крыши в целом. Там, где второй свет в доме, а здесь большое помещение и огромный второй свет, то, в принципе, здесь этого ригеля не нужно. Почему? Потому что все, что выше, чем заканчивается стена первого этажа, вот именно там имеются все силовые элементы, которые принимают на себя нагрузку от крыши. При этом обратите внимание, что простенок между оконными проемами делится пополам, посередине, двумя дощечками, скажем так. Правильно эти дощечки называются огневые отсечки, и устанавливаются они в тех стенах между теми стойками, длина которых более трех метров. Для чего это сделано? Первое. Сама огневая отсечка говорит сама за себя. То есть, не дай бог, случился пожар, пламя захватило ваши стены, добралось до силового каркаса, и пожарная машина еще до сих пор не приехала. То есть, если вы просто поджигаете спичку, поднимаете, ну, опускаете ее пламенем вниз, то она достаточно быстро прогорает. А если вы этой спичке поставите перемычку, то пламя вынуждено сначала поджечь эту перемычку, а потом пойти выше. Так вот, эта огневая отсечка позволяет сократить время складывания вашего дома в случае, если пожарная машина почему-то до вас еще не доехала. Фу, блин. Вот. Второе назначение этого огневой отсечки – это утеплитель. В том случае, если вы правильно подобрали утеплитель плотностью, там, порядка 50, ну, рекомендуемая, килограмм на кубический метр для утепления своего дома, если это, конечно, там, каменная вата, базальтовая или, там, эковата. Соответственно, она не сползает по стойкам. Если стойки установлены на правильное расстояние, и утеплитель смонтирован правильно. Но при высоте более трех метров закон физики никто не отменял. Даже такой плотности утеплитель поползет вниз. Поэтому нужна вот такая перемычка. Если вы видите, что в вашем доме, стена которого меньше трех метров, и вам стоят вот эти перемычки, где попало, везде, то это говорит о неквалифицированной работе этих сотрудников. Скорее всего, я когда вижу такие перемычки, я сто процентов из ста, сто случаев из ста угадывал. Плотность на этом объекте утеплителя будет порядка 20 килограмм на куб. Только строители, которые применяют вот такой вот отвратительный дешевый утеплитель, только они ставят эти перемычки для того, чтобы утеплитель не сползал. Я в одном из домов видел даже такую практику, что утеплитель прибивают рейками, чтобы он не сползал. То есть там даже такие перемычки не подходят. Покажем эти кадры. Ну, в принципе, что еще? Возможно, в кадр попало, и некоторые задумались, по какой причине у нас так много досок здесь. Ну, с одной стороны, можно было бы положить брус, достичь этой... Давайте сначала расскажу, почему так высоко. Высоко, потому что здесь бетонное основание, плита не утеплена. Соответственно, здесь еще необходимо... Ну, а в качестве отопления, естественно, в каркасном доме на первом этаже, тем более, ну, самое логичное решение – это теплый пол. Соответственно, заказчики здесь будут еще утеплять. Возможно, нашими силами, возможно, своими силами. Это уже вопрос следующий. Утеплять, производить разводку теплых полов и заливать какую-то стяжку. На все это нужна соответствующая высота. Вот эта высота достигнута тем, что здесь лежит 4 ряда доски. Обращаю внимание, что имеется отсечная гидроизоляция производства Технониколь. Дальше имеется подкладочная доска из лиственницы. Именно она крепится к фундаменту анкерами. Мы неоднократно это уже показывали, причем показывали разными способами. А дальше уже просто кладется 3 доски, каждая из которых прибывается к предыдущей просто гвоздями. Не обязательно протягивать шпилькой и анкерами до самого бетона, насквозь вот этот весь пирог. Абсолютно не обязательно, потому что здесь все гвозди, которыми прибита эта доска, к этой, к этой, к этой, к этой. Они работают на сдвиг. То есть дом сдвинуть при условии, что там столько когтей впито в предыдущую доску нереально. Эти гвозди вполне работают. Достаточно нижнего, лежнего, только закрепить к железобетонной плите. В продолжение этой темы хочу обратить ваше внимание, что вот смотрите, здесь на втором этаже, где я стою, здесь небольшие оконные проемы, здесь ригель высотой в 150 мм. Здесь оконные проемы гораздо больше, поэтому здесь ригель в 200 мм. Видно разницу, да? И опять-таки, встроенные стойки, одинарные стойки, сдвоенные, и это все в соответствии с проектом, друзья. Это все подается расчетам. Что касается стропильных ног, длины стропильной ноги у нас от конька до маурлата 6-метровых хватило, а для того, чтобы сформировать вынос кровли, свеса кровли, не хватило. Соответственно, мы нарастили свесы такими двухметровыми обрезками от доски, элементами, которые пробили друг с другом и оперли все это на маурлат. То есть, ну, таким образом. Поэтому здесь двойная доска, потому что длина ската нам не позволила использовать одинарную доску до самого конца. Кроме этого, вам в кадр сейчас попадают ветровые ригеля, которые формируют с собой и выполняют две функции. Первая – это формирование стабильной стропильной системы, чтобы ноги стропильные не разъехались. И второе – это чердачное перекрытие. При условии, что здесь длина ветровых ригелей почти порядка 6 метров, друзья, ну, помните, да, размер дома, ну, ширина дома больше 11. Ветровой ригель получился порядка 6 метров. Здесь вынуждены были использовать в качестве ветровых ригелей в двухсотую доску, так как у чердачного перекрытия нормы по нагрузке гораздо ниже, чем у межэтажного, но, тем не менее, все-таки двухсотая доска здесь только подошла. А так, как правило, в качестве ветровых ригелей мы все-таки используем в 150-ую доску. И еще обратите здесь внимание, что ветровой ригель закреплен к стропильной ноге на шпильке, шайбе и гайке. Все это мощно прокручено и так это работает качественно. Ветровые ригеля крепить только на гвозди друг к другу я не рекомендую. Если вы используете не шпильки, шайбы с гайками, мы тоже так достаточно часто практикуем, то используются два сантехнических болта, которые закручиваются, ветровой ригель и стропильную ногу, вот таким образом, в каждый узел. То есть, если шпилька, то ее достаточно одного комплекта, если два, если сантехнические болта, то их два, так как они не сквозные. И это будет примерно одинаково по несущей способности. Кроме этого, как я и сказал в начале видеоролика, на данном объекте целых три мансардных окна, потому что это большой площади мансардный второй этаж. Соответственно, те помещения, которые находятся в средней части дома, мансардную высоту, высоту мансардного этажа, вот в нижней, в меньшей части, то есть не фронтонную стену, всего в полтора метра, расположились какие-либо окошки, это некуда будет ни кровать поставить, ни тумбочку, ничего. Соответственно, заказчикам правильно проведена была работа, разъяснено, разъяснено, но, блин, в общем, мансардные окна появились в этом доме. Появились они очень вовремя. Не в тот момент, когда уже крыша накрыта, и еще здесь все утеплено, и сделан ремонт, а своевременно. То есть мансардное окно должно появляться в доме на этапе проектирования, друзья. Мы на эту тему с компанией-производителем этих окон, Велюкс, сняли здесь отдельный видеосюжет, и выложим его в ближайшее время, где ответим на огромное количество вопросов про мансардное окно, и покажем, как его устанавливать, с учетом того, что кровельное покрытие на крыше мягкая кровля. Мягкая кровля однослойная от компании Технониколь. Почему нужно проектировать мансардное окно, я тоже расскажу вот в том видеоролике про мансардные окна. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно нажмите кнопку подписаться и колокольчик, чтобы получить уведомления и не пропустить этот очень важный видеосюжет. Кроме того, в том же видеосюжете мы объясним, в каких случаях нужно мансардное окно, особое внимание, обратите внимание на то, что здесь, в принципе, вот да, оно такое вот помещение, здесь не маленького размера фасадное окно, но толку от этого фасадного окна, кроме того, как увидеть, что творится на той площадке, никакого. В плане освещенности, имеется в виду. Почему? Потому что здесь больше трех метров свес кровли, так как здесь имеется балкон. То есть да, сидеть на этом балконе, пить вино и смотреть вперед можно, но использовать это окно как предмет освещения, ну, прибор, скажем так, естественно, освещение этого помещения крайне сложно. Вот через это окно огромное количество света попадает, а через это практически его нету. Когда здесь зашьются стены, это будет более чем понятно. Пока, к сожалению, вот так. Три мансардных окна, они все три достаточно большие, в разных помещениях, мы об этом еще вам расскажем. В качестве кровельного материала заказчик на этот дом выбрал такую приятную, теплую, теплую в прямом смысле, она так нагрелась, приятно на солнце, мягкую кровлю, набитую на основе. Производитель этой черепицы Технониколь, у него большая линейка, этой кровли, есть однослойная, двухслойная и трехслойная. Насчет трехслойных, молчу, там ценник действительно большеватый. Но хочу обратиться ко всем зрителям, вот что-то я упустил этот момент, с заказчиком, ну, видно, не до конца провели работу. Я все-таки склоняю вас покупать себе, приобретать все-таки двухслойную, мягкую кровлю на свой дом. Почему двухслойную? Во-первых, это гораздо большая защита в вашей кровле от всех факторов, включая от перегрева, протечек и так далее. Во-вторых, двухслойная, мягкая кровля, она все-таки больше ошибок прощает при монтаже, а человеческий фактор это такая штука, понимаете, уследить за всем крайне сложно. Ну и по стоимости. Когда человек что-то слышит от слова два или три, у него сразу доллары в глазах мелькают, и люди зачастую думают, что два слоя гипсокартона это значит двойная цена, или двухслойная, мягкая кровля, то это тоже двойная цена. На самом деле, это, друзья, не так. Двухслойная, мягкая кровля в некоторых своих там моделях или как-то в каких-то рядах, они стоят практически копейка в копейку, как однослойно. С этим вопросом нужно только хорошенько разобраться. Поэтому можете либо сами перейти на сайт Технониколе с этим разобраться, либо попробовать обратиться через нашу компанию. По этому вопросу мы постараемся вас в этом отношении проконсультировать. Еще, что хочется сказать в отношении мягкой кровли. Не допускайте, если вы строите самостоятельно с помощью какой-нибудь бригады или сами не допускаете таких ошибок. Ни в коем случае нельзя мягкую кровлю стелить просто на сплошное основание в виде фанеры или ОСБ. В обязательном порядке запомните это прописная истина. Должен быть подкладочный ковер под мягкой кровли. О том, что такое подкладочные ковры, какие они бывают, как они монтируются, в каких случаях какие применяются, я вынужден был на эту тему записать отдельный видеосюжет. Потому что абсолютно все заказчики, которые к нам в компанию обращались когда-либо по мягкой кровле, считали, что это какой-то лишний элемент, который никому неизвестен и нафиг нужен. Вот. Поэтому я обратился к производителю и с помощью них, с помощью их технического специалиста, прям отдельный видеоролик записал на эту тему и он в ближайшее время выйдет на нашем канале. То есть подкладочный ковер это вот в первую очередь важнее, чем даже мягко, чем сам кровельный материал. Первую гидравилизационную функцию и конечную выполняет он. Но об этом чуть позже, и это отдельный сюжет с большим количеством информации. Серег, пристань. Хочется еще обратить внимание на то, что мансардные окна можно монтировать и в кровлю, в крышу, у которой мягкая кровля. Это без каких-либо проблем выполняется, при условии, что выполняется это профессионально заранее спроектировано. То есть очень важно понимать порядок установки мансардного окна. В какой момент? Не тогда, когда вся крыша закрыта и тут приезжает установщик мансардного окна, который вам объявил стоимость 5000 рублей за установку окна. Он приезжает, опа, а у вас тут оказывается проемы не готовы и крыша настелена. Елки-палки, не 5000, а 10, а то и 15. Давайте-ка я вам крышу раскрою, это все выкину, стропильную систему нужно переделать, где-то что-то нужно усиливать и так далее, и так далее. А если эта установка еще и при выполненном утеплении пароизоляции и внутренней отделкой, то это вообще там ценник начинает сразу зашкаливать. А установка мансардного окна вот в том положении, в котором она у нас сейчас, то есть оно было установлено у нас на этапе готового сплошного основания в виде USB. то тут ценник около 5000 рублей. В зависимости, конечно, от окна и количества окон на доме, но средний ценник это 5000 рублей, это нормальная цена за установку мансардного окна, при том, что установка, ну, даже опытным монтажником, она происходит достаточно длительно, то есть это не пятиминутное дело. Вот, но об этом также будет отдельный видеосюжет на нашем канале. Очень много полезной информации я приготовил, но поделюсь честно. Я завтра же дня уезжаю в отпуск, поэтому перед отпуском, чтобы вы не скучали, пока меня не будет, я вам подготовил много интересного материала, поэтому обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и получайте уведомления о выходе полезных видеороликов на нашем канале. В скором будущем их будет достаточно много. Еще один момент, друзья, много раз уже показывал, рассказывал про то, как оформляется карнизный узел. Ну, во-первых, вот этот первый капельник, он должен, во-первых, вот этих планок должно быть две, обратите внимание. Одна выглядит вот так, то есть вся водичка, которая сюда и попала, она вот так вот скатывается и никак не попадает на фасад. И даже на лобовую доску не попадает, которая устанавливается здесь и заводится под этот капельник, то есть к стропильным ногам. Почему в таком положении они сначала доску а потом вот это. То есть если бы мы сюда прибили доску, то мы ее вынуждены были сразу покрасить. Иначе потом, ну, это возможно сделать, но немножко проблематично в плане аккуратности, как бы не заляпать вот эту планку. Второй момент, это необязательный момент, но я всем рекомендую устанавливать вот такую сетку от птиц и ос. Дело в том, что если эти приятно жужжащие насекомые и милые птички залетают к вам вентилируемый зазор, который обязательно должен быть на утепленной кровли, обязательно должен быть на утепленной кровли, то они там пригреются, совьют там гнездышко, и вот этот вентилируемый зазор будет частично перекрыт, что негативно скажется на утепление вот того сектора вашей мансарды, вашей кровли. Дело в том, что они в любом случае будут касаться той влаговетрозащитной мембраны, и это в любом случае рано или поздно проведет к попаданию какого-то конденсата, к плохому выводу пара из утеплителя. В общем, особо не заморачивайтесь, стоит недорого, три копейки, но ее устанавливать нужно. Следующая планка, которая также устанавливается на мансардную, на кровлю, в любом случае, на обрешетку, она в дальнейшем опускается в желоб водосточной системы. И тут мягко подошли мы к кронштейнам водосточной системы. Их бывают два вида. Это длинные крюки и короткие. Ну, кронштейны в простонародье их все крюками называют. Вот. В нашем случае это длинные крюки, они прибиваются на обрешетку, утапливаются в нее, чтобы не выступали. Сирок, кадры вставишь. Я всем рекомендую все-таки брать длинные крюки. Это также производители Технониколь достаточно крепкие, хорошие крюки. Короткие тоже имеют право быть, но крепятся они к лобовой доске. Сами понимаете, мест крепления гораздо меньше, а с учетом того, что здесь длина ската больше 15 метров, то есть то количество воды, которая за раз при большом ливне будет находиться в этом желобе, оно достаточно большое. Поэтому крепление здесь нужно присматривать длинные, хорошие, надежные. Что касается разуклонки, если встать издалека, но еще раз напомню, что длина ската здесь 15 метров. Все это дело рассчитывается на сайте Технониколь, если зайти в раздел водосточной системы, там можно увидеть все эти таблицы и расчеты. В зависимости от длины ската принимается решение одна сливная горловина или две сливные горловины. Кроме того, от площади кровли зависит объем воронки, объем диаметра желоба, объем диаметра водостока, который всю эту воду он должен, то есть водосточная система должна справляться с тем потоком воды, который имеется на вашей большой кровле. Кровли это всегда большие площади. Естественно, на маленьком доме это маленькая площадь, на большом доме это большая площадь. Сейчас вдаваться и давать какие-то цифры я вам не буду. Либо запрашивайте консультацию для правильного подбора водосточной системы у специалистов, как правило, это различные кровельные компании, либо строительная компания, которая строит вам дом. Либо если сами, то заходите на сайт производителя и разбирайтесь там самостоятельно. В принципе, я думаю, что если запросить консультацию у производителя, там тоже ее предоставят. В общем, всему нужен расчет, друзья. И огульно к этому вопросу не подходите. Так вот, определяется количество сливных горловин. В данном случае здесь их две. На одном конце и на втором конце. Если у вас большая кровля и вы хотите, чтобы водосточка у вас была только с одной стороны, ну, друзья, чудес не бывает. Вы либо получите неполноценно работающую водосточную систему, либо надо смириться с тем, что у вас с двух сторон эти водосточные желобы. Это, естественно, дополнительный расход. Ну и плюс презентабельность внешнего вида. Кто-то не хочет видеть вот эти водосточные системы у себя на фасаде. Ну, для того, чтобы система правильно работала, где-то нужно идти на жертву, в том числе и на жертву рублем. Ладно, спускаемся вниз и рассказываем про вентиляцию холодного чердака. Запомните, друзья, если у вас наклонная кровля и она хотя бы частично утепленная, то вверху этого треугольника есть еще один маленький треугольник. Вот он у меня над моей головой, Сергей, очертишь. Это холодный чердак. То есть холодным чердаком называется тот чердак, у которого верх, ну, сама крыша, она неутепленная. То есть у этого холодного чердака утепляется только нижняя часть, его перекрытие, пол чердака. Такие чердаки называются холодными. Утеплитель, который лежит на полу этого чердака, ни в коем случае никакими пленками сверху накрывать нельзя. Ни пароизоляция, ни ветрозащита, ничем. Абсолютно весь пар. Дело в том, что весь теплый воздух, я много раз говорил, он из дома поднимается вверх. Несмотря на то, что пароизоляция в вашем доме выполнена качественно, я в этом просто уверен, иначе нет никакого смысла вообще строить загородный дом, если в нем не будет качественной пароизоляции. Соответственно, дефекты в этой пароизоляции все равно незначительные, но будут. Где-то скотч не совсем четко приклеили, где-то от скребок остались полмиллиметровые отверстия и так далее. А теплый воздух, он всегда поднимается вверх. Ну, физику в школе все учили. Соответственно, пар будет попадать в утеплитель в этом чердачном перекрытии. И этот пар должен свободно уходить вверх. В том случае, если вы свои фасады фронтонных стен зашьете наглухо, а еще и если крышу закроете, ну, чуть позже более подробно расскажу, наглухо, то у вас этот пар останется в этом холодном чердаке. А на чердаке холодно, поэтому называется холодный. Соответственно, ну, зимой, речь идет о зиме, естественно, о зимнем времени года. Соответственно, весь этот пар превратится в воду. Вода эта осядет на вашей стропильной системе. И эта стропильная система деревянная начнет потихоньку плесневеть, потом она начнет потихоньку гнить и так далее, превратится в труху. Это, конечно же, нездоровая атмосфера на холодном чердаке. На холодном чердаке в идеале всегда должно быть сухо и холодно. Не нужно бояться холода на холодном чердаке, он для этого и холодный. Поэтому необходимо во фронтон, первое, во фронтонных стенах, вот здесь этот треугольник, он небольшой остался, в нем необходимо монтировать вентиляционное окошко. многие его называют слуховыми окнами. Но в наше современное время это уже не слуховое окно, а вентиляционное. Вот здесь не очень удачный пример, но конструктив данного дома предполагал именно такую фронтонную стену. Соответственно, где-то имеется подпорка под балку для того, чтобы держать вот эти мощные стропильные ноги с выносом, где-то имеется подпорка под конек и так далее. То есть места здесь осталось не так и много, но его более чем достаточно для того, чтобы установить вентиляционное окошко или вентиляционное окно. Мы с заказчиком уже это обсудили, он спрашивал у меня совета. Здесь на самом деле два варианта. Если вы хотите красиво и симметрично, а симметрично здесь уже точно не получится, потому что фронтон не симметричный. Здесь одна выступающая часть, здесь другая и так далее. Поэтому, в принципе, я не вижу никакой проблемы. Вот в левой части левее от конька установить большое вентиляционное окно, продух. Либо, если вы хотите симметрию относительно конька, то здесь можно установить два небольших вентиляционных окна. Одно справа от стойки, которая поддерживает конек, другое слева. Точно так же нужно сделать с противоположной стороны. При том, что эти вентиляционные окошки закрываются решеточками и никакой пленки, никаких стекол, ничего туда устанавливать нельзя. Не то, что не нужно, а нельзя. Там постоянно должен гулять ветер. То есть отсюда он заходит, туда выходит, либо наоборот. Вот. Следующий элемент придется показывать на пальцах. Хотя у нас был объект, где мы это показывали, и мы кадры вставим. Стропильная система, вот представили, да? Вы кладете влаговетрозащитную мембрану. И вот очень многих вопрос, что делать вот с этим моментом? Где ее стыковать? И как? Многие делают вот так, а потом еще и вот сверху вот так. Это ни в коем случае делать нельзя. Нужно не доходить хотя бы 5-10 сантиметров до верха. 5 сантиметров до верха. И так вот ее оставлять. То есть вот этот зазор, никакая вода туда не попадет. Поверьте, мне есть правильно смонтирована мягкая кровля на данном на данной крыше. Или металла черепицы, или любая другая. То есть любого производителя кровельного материала есть коньковый элемент. Вот здесь это пластиковый коньковый элемент, который накладывается на коньковый вот этот зазор и сверху укладывается мягкая черепица. Таким образом весь пар влажный воздух может уходить из холодного чердака не только через вентиляционные окошки во фронтонах, но еще стремясь вверх по законам физики, он может выходить через этот коньковый элемент. У многих возникает вопрос, если нет холодного чердака и вся стропильная система, вся наклонная часть утеплена. В этом случае, друзья, у каждой кровельной системы есть кровельные аэраторы. Так эта штука называется. Спрашивайте у производителя. Они устанавливаются в кровлю, они также имеют расчетное количество в зависимости от площади утепленной кровли. И только вот этим элементам можно спастись от вывода конденсата из-под кровельного пространства. Принимайте это к сведению. Я уже настолько долго снимаю видеоролики, что уже могу предугадывать часть комментариев и вопросов в комментариях. Один из точных вопросов у вас возникнет, что там на фасаде. На фасаде, друзья, но не все работы по строительству этого дома выполняет наша компания. Та работа, которую заказчик считает себе по плечу, он ее выполняет самостоятельно. Так вот, на этом объекте, где каркас из 150-й доски, заказчик прикупил ветрозащитные плиты Билд Термо толщиной в 35 миллиметров и самостоятельно ее приколачивают на гозике. Все делает абсолютно правильно. Сама ветрозащитная плита, она имеет шип-паз, что облегчает монтаж, уменьшает количество обрезков. Это все очень здорово. Но каждый раз, когда приезжал на этот объект, на этом объекте я был почти каждый день, я очень часто общался с заказчиком и выявил такую тенденцию. В принципе, эту тенденцию у наших заказчиков, подписчиков и вообще в принципе, у людей, которые стремятся построить себе загородный дом, выявил уже давно. все вы ошибочно считаете, что нужно утеплять стены и вкладывать в это капитально. В разговоре с заказчиком я выявил, что 15 сантиметров утеплителя каменная вата будет, 35 миллиметров билдерма и еще изнутри человек хочет поставить себе 50 миллиметров перекрестного утепления. Ну, во-первых, то, что внешнее утепление всегда лучше, чем внутреннее, это аксиома, которая не требует доказательств, в качестве доказательств могу привести следующее. Когда вы утепляете изнутри, не выключая камеру, пошли сразу вовнутрь. Давай поменяемся местами. Когда вы утепляете внутри, ну, представляем, что вот здесь закончится где-то пирог теплого пола, вы прибиваете брусок, утеплитель, брусок, утеплитель, брусок, утеплитель, и вы дошли вот до потолка. Дальше что вы делаете? Вы берете утеплитель, поднимаетесь по лестнице и производите то же самое от пола второго этажа до потолка. Правильно? Правильно. А теперь опять не выключая камеру и пошли со мной. Так. В этом случае, друзья, вы получаете перекрестное утепление вот до сюда. И отсюда и выше. А вот этот участок, он у вас никак, перекрестное не утеплен. А это очень важный участок. Почему вы его обижаете? Посему, ну, много раз отвечал на этот вопрос, перекрестное утепление снаружи, оно гораздо важнее, чем изнутри. То есть, если вы снаружи ставите ветрозащитную плиту толщиной 25-35 миллиметров, это очень здорово. Но только поставив снаружи, вы можете поставить изнутри. Ну, так логично. Понятно, что лазить по фасаду и монтировать перекрестное утепление или ветрозащитные плиты это сложно. Гораздо легче стоять на твердом полу и выполнять эти работы изнутри. Но это менее эффективно, чем выполнять эти работы снаружи. Но на самом деле я хотел рассказать эту историю совсем не для этого. В той же беседе с заказчиком я начал задавать ему наводящие вопросы и вот как раз таки эту тенденцию в очередной раз для себя подтвердил. Люди думают об утеплении стен, но почему-то абсолютно забывают о кровле. Когда я спросил, а что вы будете сделать с утеплением вашей теплой кровли? там и так стропильные ноги 200 миллиметров. Друзья, много раз говорил, все теплопотери, но нет, не все теплопотери, основное тепло уходит в доме через кровлю. Почему? Потому что по закону физики все тепло поднимается вверх. И кровлю утеплять нужно гораздо больше, хотя бы в полтора, а лучше в два раза, больше, чем стены. Ведь недаром, хоть и вы все не любите, когда я так говорю, но тем не менее, недаром опыт европейских стран подсказывает, я вам показывал на выставке, что утепляют кровлю даже гаража, в тот момент мы были в гараже, гаража на 350 миллиметров и такую же примерно плиту по толщине кладут сверху. Наши же заказчики по какой-то причине их, ну, в принципе, не сложно, вообще не сложно убедить в том, что на стены каркасного нужно снаружи перекрестное утепление, у нас таких заказов здравомыслящих все больше и больше, либо из оплат или билтермо установить снаружи, все больше и больше, а вот на кровлю люди никак не хотят. Но по какой причине я не понимаю. Вот эту плиту гораздо было бы лучше установить на крышу сверху стропильной ноги, а потом уже все эти обрешетки. Это было бы гораздо эффективнее. Вы сразу получили бы больше пирог утепления. А сейчас, когда поднимешься на второй этаж, для того, чтобы прервусь в мысли, начну сначала. Каркасный дом это общая система, которую необходимо утеплять, ну, скажем так, равномерно, рационально, везде. Дверь, окна, пол, стены, кровля. Это мансардные окна. То есть, все эти элементы должны соответствовать друг другу по теплотехническим характеристикам. нет смысла утеплить стену на 250 миллиметров и крышу на 200. Ну, вы смеетесь, что ли? То есть, для того, чтобы вот эта утепленная стена соответствовала кровле или наоборот, кровлю нужно утеплить как минимум на 450 миллиметров. Тогда это будут оправданные расходы на вот этот билд термо в 35 миллиметров и на те 50 миллиметров перекрестного утепления изнутри. Думайте всегда головой и прислушайтесь к моему совету. Минимум в полтора, а лучше в два раза утепление кровли должно быть больше, чем утепление стен. В принципе, друзья, наверное, об этом доме все. На этом я прощаюсь с вами. Очень надеюсь, что данная информация в этом ролике была для вас полезна. Хотя я уже много раз об этом всем в разных роликах говорил. Но обобщил, запихнулся в один ролик. подписывайтесь на наш канал, вступайте во все наши социальные сети. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Инстаграм, он прям вообще бомбит. На каждом объекте, куда я приезжаю, а ролики у нас выходят порой спустя месяц, два, даже полгода, в Инстаграм вся информация попадает гораздо раньше. И там вы имеете право, возможность задать любые интересующие вас вопросы и уже с выходом видеоролика на Ютьюбе получить в нем ответы. Поэтому пользуйтесь этим ресурсом. Ну а с вами как всегда был Александр и проект Строй Живее. До скорой встречи. Пока.